Привет всем! Вы на канале ФИТО, сами Таня. Сегодня расскажу, как применять зимолюбку при кистах. Зимолюбка оказывает положительное влияние на гормональный фон. Полезна при опухолях. Наиболее сильно проявляет свои противопухолевые свойства в сборе с боровой маткой и красной щеткой. В их составе находятся биологически активные вещества, которые лучше действуют вместе, чем по одиночке. Эти травы стабилизируют работу эндокринных желез, предстательной, щитовидной, коры надпочечника, веичников, разжижают физиологические жидкости. Зимолюбку красную щетку-моровую матку применяют комплексно при бесплодии, выкидывших полипах на матке, кистах, эндометриозе, опухолевых образованиях, нарушении менструального цикла для облегчения симптомов климакса. Они обладают мочегонным, рассасывающим, дезинфицирующим, иммуностимулирующим, противовоспалительным, адаптогеном, кровоостанавливающим, ранозаживляющим, антисептическими эффектами. Рецепт и курс применения трав. Залить 1 чайную ложку 1 вида травы стаканом кипятка. Настаивать не менее 15 минут. Курс терапии начинать сразу после окончания менструации. Принимать настой за час до приема пищи по 1 трети стакана трижды в день следующим образом. Первую неделю принимают настой боровой матки, вторую – настой красной щетки, третью – настой зимолюбки. После следующих менструаций курс терапии можно повторить, придерживаясь той же схемы. Рецепт настойки зимолюбки. 2 трети стакана сухой травы залить 0,5 литра водки. Настаивать не менее 2 недель, а лучше месяц. Принимать по назначению врача. Рецепт настоя. Чайную ложку травы зимолюбки залить стаканом кипятка. Накрыть полотенцем, настаивать 3 часа. Принимать по трети стакана 3 раза в день. Рецепт отвара зимолюбки. Чайную ложку травы или корней, 200 до кипения и подержать на огне минут 5. Потом настоять около часа. Процедить и пить по 2 столовые ложки перед каждым приемом пищи. Противопоказания – это беременность и лактация, заболевание почек в стадии обострения, также геморрой. В нашем магазине фита можно найти не только зимолюбку, но также красную щетку и боровую матку. Меня зовут Таня, надеюсь мой ролик был вам полезен. Всем пока!